Документальный памятник к историческому переходу. В Петербурге в эти минуты идет премьерный показ фильма «Прорыв». Режиссер, гражданин Эстонии Олег Беседин посвятил его трагическому боевому походу кораблей Балтийского флота из Сталина в Кронштадт. Это событие августа 1941-го во многом спасло Ленинград от мгновенного захвата гитлеровцами. В Таллине премьера стоялась в бывшем клубе советских моряков. Эстонская полиция, к слову, потребовала копию фильма, которую они намерены проверить на наличие пропаганды. Как режиссер собирал материал и кто герой этого фильма, об этом Юлия Олещенко. В 1941 году, когда наши войска отступали, отступали из Сталина в Кронштадт, был отдан приказ Сталинам, чтобы все корабли Балтийского флота, которые скопились на Таллинском рейде, они все пошли в Кронштадт. Представляете, это более 200 кораблей. И вот эта цепочка кораблей растянулась на 15 километров, она шла в сторону Ленинграда, Кронштадта, она попала на минное поле. Там было более 60 тысяч мин. Можете себе представить такое, что корабли как раз попали в вечернее время, ночь, и они начали взрываться один за другим. И сложность была как раз в том, что, во-первых, нет архивных съемок, потому что операторы, которые находились на этих кораблях, они утонули. Есть несколько архивных съемок, которых мы нашли, сделанные немцами, с немецких самолетов, которые снимали уже поутру, как горят корабли, как огромное количество людей в воде, где морская вода смешалась с кровью. То есть вот есть такие вот кадры. Мне посчастливилось найти. Мы нашли четверых людей, нашли даже больше, но некоторые, вот, например, ветераны из Санкт-Петербурга, они почему-то отказались сниматься, вот не захотели и все. Мы нашли в Риге, у нас были съемки. Два человека в Таллине, одна женщина, она в городе Марду, вот. Вот одного человека в Москве нашли. Ну, у нас герои, они действительно прошли через этот ад. И надо сказать, что этим людям далеко за 90 лет, потому что уже в 1941 году они там были солдатами, и эти люди, они все помнят в подробностях, все, что с ними происходило.